Всем привет! И сегодня с точки зрения испанцев первый день зимы. Поскольку 21 декабря является днём зимнего солнцестояния, самым коротким днём в году, и ночь с 21 на 22 декабря самая длинная. Ну вот, испанцы отмечают начало зимы. Я уже говорила, что у них сдвинуты, так сказать, календари времён года по сравнению с нашими. Они вот такие даты в день зимнего солнцестояния, летнего солнцеворота, весеннего равноденства и осеннего. Вот у них так меняются времена года. Если кому интересно, это дикий, как говорится, вид, или вполне съедобный, это дикий. Почти на 99,9%. Хотя, возможно, в городе могут и посадить садовый вариант, но дикие апельсины, которые несъедобные, несъедобные, несъедобные они потому, что они горькие. Когда-то были выведены сорта, которые теперь являются сладкими. Это и апельсинов, и мандаринов касается, кстати. Ну вот, родоначальники их используются в декорировании улиц, в тропических городах и в субтропических, как Барселона, ну и другие тоже, естественно. И всем известное, я думаю, многим, по крайней мере, известное эфирное масло Бергамот получают из дикого апельсина, или еще называют из горького апельсина. Прекрасно пахнущее масло есть, конечно, продают и апельсиновое масло, и мандариновое эфирное масло. Они все превосходный запах имеют, и свои фармакологические свойства. Но Бергамот, оно, как говорится, вот это вот эфирное масло отличается своей глубиной и такой, скажем, тонкостью, что ли, по сравнению с этими эфирными маслами. Хотя всякие знают, как пахнут мандарины и апельсины. Это очень приятные запахи, это вне всякого сомнения. Я иду в магазин за комариными принадлежностями, вы скажете, ага, день зимнего солнца состояния в самое время. Дело в том, что, несмотря даже, бывают понижающиеся температуры, ночью, вот сегодня, например, утром было плюс 3, ночью там плюс 5, в общем, вот так вот. В доме есть комары. Сегодня пришлось перелечь зал, взять с собой нашего птичика, который еще болеет. Да, он еще болеет. И надо было контролировать, как он спит. Он очень плохо спит. Кто-то скажет, мы странные люди возимся с больной птицей. Ну вот мы возимся. Так что я своего рода, так скажем, бюллетень в состоянии феникса вела. Но показывать особо нечего. Просто я на словах скажу, что состояние здоровья не улучшается. Не знаю, как будет дальше. Мы пытаемся сделать что-то. Я уже вспоминаю, что, начиная от того, что мы употребили все медикаменты, прописанные нам ветеринарами, это магнолия. Я здесь, когда летом проходила, показывала цветы, а затем такие шишковидные соплодия, скажем так. И продолжая тем, что я, как говорится, перечитала весь интернет, и вообще сама вспомнила, что и где. Народными средствами его лечу. Ну, в смысле, растительными даже, можно сказать, средствами. Это вот такой вот парк небольшой на этой рамбле. Вот, не спим ночами, плохо выглядим. Я себя не буду показывать. Вот на улице города, смотрите. Так, и уже вспоминаю, что там, как вот верить или историю средних веков и древности, чем, например, лечил доктор Парацельс, короля раненого на дуэли. В общем, все на свете. Все аналогичные или приближенные к аналогичным примеры. Все прошерстила. Ну, пытаемся. Вот. И пришлось, в общем, переместиться в другую комнату, а комары там живут. И как только они увидели меня, в моем лице подходящую жертву, радостно накинулись на меня и чуть не сожрали. Вот. Так что, с панью в той комнате не получилось. А все средства кончились. Вроде как не надо было. Вот видите, иногда надо. Особенно, когда здесь температура поднимается, комары, как говорится, радуются. И это несмотря на то, что здесь не топятся квартиры. Ну, вот, например, в которой мы живем, она на третьем этаже по здешнему или по нашему на четвертом. У нас первый этаж, как говорится, от уровня грунта засчитывается. У испанцев нет. Ну, в принципе, в квартире не сказать, что прямо холодно. Да и таких температур, собственно говоря, нет, чтобы прямо... Если бы на первом этаже была, наверное, я полагаю, было бы холодно. И когда мы жили на Байде Броне, это верхняя Барселона, как предгорье. И там уже, да, там и обогреватель включали. Но вот здесь нет. И как-то я сейчас в сон-жарком помещении. Как-то мне не очень хорошо идет. Но если бы это было, как у нас, топятся батареями, сухо было бы и тепло, да, что можно и раздеться, и в трусах спать, как говорится, да, грубо выражаясь, мягко говоря. Оно, конечно, я думаю, было бы и ничего. Но другая влажность, другой климат и создает другой, как говорится, микроклимат. При всем при том. ну вот таким образом. ну комары успели надоесть. Ладно, посмотрю, есть ли в магазине в этом те средства, которые мне нужны под наши эти устройства. И если есть, я, естественно, их приобрету и использую. Ну, не знаю, сколько раз зимой придется. Раз-два. там до лета они постоят, ничего не сделается. Сегодня, кстати, хотела вам рассказать. Сегодня, 21 декабря, в Каталонии день протестов. Дело в том, что об этом самом дне протестов, суть которых заключается в требованиях независимости Каталонии от Испании, если кто еще не в курсе, то Каталония это автономия в составе Испании. Но территория юридическая, как говорится, все такое, в общем, испанская. И Каталонцы неоднократно выступали различными, как говорится, доступными им способами за отделение от Испании. Ну, если кому интересно, можете почитать на эту тему. Это у них свои причины на это. Я не берусь, как говорится, не обсуждать эту тему, хорошо это или плохо. у каждого свое мнение. Ну, так вот, зная о том, что надвигается очередной протест, испанское правительство приурочило свое выездное заседание Совета Министров именно к этой дате и именно к Барселоне. И вот они его провели. Протестующие на улицах, как говорится, тоже ожидали решения министра. Но решали они на какую тему. Не то, чтобы отделить Каталонию, а дать ей еще больше льгот и привилегий. Были повышенные зарплаты минимальные в Испании, зарплаты бюджетникам. Но, опять же, кому интересно, сколько там процентов было и стало, и все такое, вы можете посмотреть, ознакомиться. я не буду подробно останавливаться. Но это для всей Испании, не только для Каталонии. Вот, как говорится, еще раз замечу. И цель, конечно, такова, чтобы показать Каталонию, что напрасно она затеяла вот эту всю тему с отделением. Потому что, вот, смотрите, мы все повышаем. Все, как говорится, плюсы жизни. так, я так думаю. Логика такова. Но, протестующие, конечно, там у них тоже свои мнения. Некоторые удовлетворены, как говорится, финансовой стороной, а некоторые продолжают стоять на своем. Но, они не проявляют при этом какую-то чрезмерную агрессию. Вы, допустим, выдвигая свои требования, они бы там нападали, допустим, стремились бы к каким-то жертвам. Нет, такого нет. Да, они кидают камнями полицейских, могут переворачивать, сжигать мусорки, машины. Но здесь к утрате собственности таким способом относятся немножко не так, как у нас. Они просто молча придут потом в страховую компанию, получат свою страховку за свою, как говорится, сгоревшую машину. И магазин, допустим, ну, я думаю, кто, допустим, именно на вот центре города. Конечно, вот в таких районах, вот где я сейчас иду, например, здесь никаких протестов не будет, кто их тут будет смотреть. Ну, чтобы тут что-то было, я, как говорится, очень-очень сомневаюсь. Смысла особого нет. Протесты и все вот эти вот выступления, они находятся в центре города. так что вообще-то они запланированы только на один день, на сегодня, но я не знаю, ограничатся они днем или нет. Но я думаю, все равно туристам особо бояться нечего, потому что все, как говорится, их всплески эмоциональные, да, так можем сказать, направлены на правительство, но никак не на туристов. Ну, естественно, было бы, мягко говоря, безрассудным соваться прямо в толпу протестующих, потому что там может случайно кто-то, допустим, пострадать даже и так. Ну, там всякая может быть и толпа с какими-то такими, как говорится, эмоциональными выступлениями, она и есть толпа. Поэтому я бы, как говорится, не рекомендовала изображать из себя военного корреспондента и лезть в гущу толпы, чтобы случайно не пострадать. А так можно найти какие-то достопримечательности, где осмотреть их без всяких, как говорится, лишних шумовых эффектов, да, скажем так. Вот я уже практически до магазина дошла, пока разговаривала, а вы заодно посмотрели улицы, по которым я иду. Это район, вот я начала, как говорится, свой путь из Бесосмар района, продолжила, прошла Гран-Виа улицу, это проспект, это целое, можно сказать, шоссе, вот, огромная, большая улица через, как говорится, приличную часть города, и пришла, прошла через Рам-Лагипускло по улицу и пришла вот в этот район, это район Лапау, и как раз дойду таким образом до магазина. Редактор субтитров А.Семкин